всем привет и так сегодня очередной совет от скотта мэйерса ну как бы тут большая часть от него что-то я от себя добавлю и это правило из книги эффективный c++ там по моему 55 рекомендаций короче не помню точно так вот правило это в этой книге номер 16 то есть тут такой подраздел который называется эффективность и здесь по моему четыре правила так вот два и я думаю два правила будут на этом канале а другие два правила будут доступны по платной подписке ссылка на платную подписку в описании к этому ролику так вот правило 16 не забывайте о правиле 80 20 правило 80-20 гласит что 80 программных процентов программных ресурсов и памяти используется примерно двадцатью процентами кода программы 80 процента времени уходит на выполнение примерно 20 процентов кода 80 процентов обращений к диску осуществляется примерно из 20 процентов кода 80 процентов усилий на поддержке тратится примерно на 20 процентов кода правило 80-20 неоднократно проверялась на различных компьютерах операционных системах и приложениях это не просто запоминающаяся формула оценка производительности системы ну на самом деле это ну действительно это правило есть но там есть плюс минус так сказать то есть не ну ну куча программных продуктов и не может в каждом программном продукте быть такой про 80 на 20 где-то 90 процентов на 10 где-то там 75 на 25 где-то 85 на 15 но в целом так оно и есть то есть есть не такой уж большой кусок кода который действительно делает больше всего и соответственно его то и нужно оптимизировать ну если это конечно нужно так что независимо от точности цифр суть короче остается неизменной то есть суммарная производительность программы почти всегда определяется небольшой частью кода лежащий в ее основе ну и это правило она и у может упростить и может усложнить жизнь программиста который стремится увеличить производительность своей программы но мы знаем что первое правило оптимизации не оптимизируй второе правило оптимизации смотри первое правило оптимизации самое главное чтобы код был понятен и вам и тем более тем кто сидит рядом с вами вашим коллегам вот только потом когда уже все написано и все работает только потом если нужно если действительно нужно нужно приступать к оптимизации так вот как я уже сказал да это правило может или упростить или усложнить жизнь то есть с одной стороны правило 80 на 20 ну то есть это усредним да будем называть 80 на 20 подразумевает что большая часть создаваемого вами кода может честно говоря иметь ну такую посредственную производительность потому что в течение большей части времени а в этом случае ну пусть это 8 80 процентов времени эффективность и этого кода не влияет на суммарную производительность системы но от которой вы работаете это конечно же не льстит самолюбию любого программиста но должно немного под охладить пыл но с другой стороны это правило говорит о том что если возникают проблемы с производительностью то нужно хорошенько поработать и поработать на как минимум на тем чтобы найти как раз вот эти участки которые ну 80 20 да вот эти 20 процентов кода найти эти участки которые сжирают так сказать основные ресурсы и попробовать эти участки улучшить то есть основная проблема найти участки неэффективного кода а обычно довольно сложно найти такие участки то есть вот эти узкие места сложновато иногда найти и можно на баум то есть тыкать до пальцем и думать а вот это наверное неэффективный или узкое место вот и как бы существует два разных подхода к решению этой проблемы и первый подход первым подходом пользует первый подход использует большинство программистов а второй подход это подход правильный большинство программистов на старается просто угадать где находятся критические участки кода и это отчасти верно особенно если вы на проекте ну вы пришли проект уже был то есть вы не не участвовали с его создание и вы где-то на поддержке соответственно вот такой способе используется просто угадывают где критические участки кода также могут угадывать на основе интуиции опыта каких-то карт вызовов духа может быть еще там маятником можно там распечатать участки кода и на веревочку привязать гайку и водить над кодом и вот там где гайка шатается ну маятник до начинает качаться то вот там скорее всего плохой участок кода но это это на по моему очень неплохой способ вот но но почти все программисты обладают отвратительной интуиции в том что касается характеристик производительности их программ так как эти характеристики сами по себе обычно совершенно не интуитивны вот так вот например представим что в программу можно добавить замечательные алгоритмы и структуры данных снижающие вычислительные затраты но если производительность программы ограничивается возможностями ввода вывода то все усилия будут потрачены зря конечно не трудно заметить поставляемые с компилятором библиотеки ввода вывода на более мощные но это не даст значительных изменений если использующие их программы ограничены техническими параметрами процессора то есть данном случае гадай не гадай но не как ты производительность не ум ну не не повысишь более того ты просто ухудшишь качество кода вот и все а может быть даже и понизишь производительность бывает и такое так вот что же делать в случае если ваша программа работает слишком медленно или требует чрезмерно много память согласно правилу 8020 совершенствование выбранных наугад частей программы вряд ли исправит положение производительность программы обычно определяется не слишком явными характеристиками поэтому попытки найти наугад причину падения производительности ничем не отличаются от простого усовершенствования произвольных произвольно выбранных частей программы что в этом случае может помочь ну самое эффективное средство эмпирически то есть при помощи отладчика то есть помощь отладчика можно таки да таки определить вот эти 20 процентов программы ну 20 10 15 у кого как которые причиняют вам головную боль но дело в том что не всякий отладчик подойдет для этой задачи ну конечно же сейчас средства улучшаются в visual студии очень отличный профайлер который ну в кути вот добавляется встроенный тоже валгрид какой-то оптимизатор или тоже профайлер есть но вижу студии это гораздо лучше на мой взгляд ну интегрированный встроенный да то есть там ну как классно короче если не пробовали то попробуйте в 5 вот этот встроенный тоже в принципе неплохой но в любом случае они показывают больше то есть но в процентном соотношении сколько работала функция сколько ее было вызову и так далее и тому подобное так вот как уже сказано на не всякий отладчик подойдет для этой задачи то есть нужен такой который непосредственно может измерять интересующие вас ресурсы программы ну например если программа работает медленно то необходимо использовать отладчик который измеряет время затрачиваемые на выполнение ее отдельных участков это позволит вам сконцентрироваться на тех местах где усовершенствование локальной эффективности вызовет значительное улучшение суммарной работоспособности приложения но если отладчика у вас таких нет ну как в данном случае до в примере которые замеряют время то конечно же можно понаписывать свои свои в раперы свои классы на которые будут перед вызовом и после вызова функции каждой функции писать в лог или консоль в терминал информация о том сколько времени затрачивалось на выполнение данной функции то есть либо в миллисекундах либо в тиках процессора это уже кто как кому как удобно и кто как умеет поэтому нет не может отладчик но ты же программист напиши и сделай но в любом случае это очень полезный инструмент тоже так вот идем дальше польза от отладчиков определяющих сколько раз выполняется каждый оператор сколько раз вызывается каждая функция скажем прямо прямо невелика с точки зрения производительности эти сведения совершенно не важны мало кого использователей программ или подключаемых библиотек интересует число выполненных операторов или вызовов функции единственное что для них имеет какое-либо значение это время пользователи ненавидят ждать а если ваша программа заставляет их это делать то они в принципе начинают ненавидеть и вас вот тем не менее знание частоты выполнения операторов и вызова функции может иногда пролить свет на то как функционирует программа если например вы создаете около сотни объектов определенного типа то вам будет небезинтересно узнать что при этом конструкторы в данном классе вызываются уже не сотни от 1000 раз более того подсчет числа вызовов операторов и функций иногда помогает понять скрытые аспекты поведения программы если вы например не имеете прямой возможности оценить использование динамической памяти то вам пригодится информация о том как часто вызываются функции выделения освобождения памяти но это как правило есть это у нас язык си плюс плюс то это операторы new и делит вот ну даже что еще можно сказать можно еще сказать что даже лучшие из отладчиков также являются заложниками обрабатываемых данных не удивляйтесь когда при обработке нетипичных входных данных отладчик укажет что требуется доводка части программы попадающие 80 процентов хотя как вы знаете это никак не отражается на общей работе программы помните 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 что отладчик может сообщить вам о поведении приложения во время конкретного прогона или нескольких прогонов то есть нужно запускать несколько раз поэтому если вы отлаживаете программу используя нетипичные входные данные то в итоге получите нетипичные значения измеряемых параметров вот это в свою очередь приведет к тому что вы будете оптимизировать работу программы для нетипичного случая а общий эффект может быть даже отрицательным лучший способ избежать таких патологических результатов заключается в том чтобы отлаживать программу используя как можно больше различных наборов и входных данных здесь очень очень важно очень ну эта информация очень важно короче вот так точно подмечено потому что я сталкивался уже неоднократно ну это меня конечно уже научила на как подходить к подбору входных данных но сталкивался с чем с тем что есть какой-то набор данных ну давайте это просто вектор каких-то данных там числа какие-то не знаю просто какие-то данные вот и и я улучшал производительность все работало хорошо и просто изменить значение вот этих данных это этим я не добьюсь ну как бы других результатов при измерении эффективность мне нужно то есть я научился тестировать при маленьких данных объемах данных да там какие какие-то вектор примеру пусть и 100 элементов хотя в целом к примеру моя программа работает с данными с объектами количество которых там может измеряться к примеру но там десятками тысяч вот и все то есть сотен нету десяти нету а вот так вот 10-20 тысяч так вот просто тестировать на 10-20 тысячах это плохо надо начинать тестировать на сотни на 200 на 1000 там на 10 тысячах на 100 тысячах на миллионе и для этого создавать соответствующие тесты то есть тестовые функции тестовый проект который который будет загонять вам эти данные дальше нужно загонять неправильные данные и то есть когда у вас программа в процентном соотношении работает ну примерно одинаково примерно одинаково да что для маленьких ну или пропорционально одинаково да там для сотни элементов такие-то цифры для 10 для тысяч элементов чуть другие для 100 тысяч еще другие но когда прослеживается какая-то взаимосвязь то вы понимаете что у вас в целом все модули более-менее отлаженные и как-то работает эффективно а вот потому что было бывало такое когда вроде бы программа работает ты очень доволен к примеру это видеофайл какой-то нужно обрабатывать данные расшифровывать или еще что-то и ты такой доволен ну а файл занимает занимает может там ну не знаю там 800 мегабайт и ты очень доволен и рад что все работает но тут тебе на вход дают какой-нибудь blu-ray качество то есть это там 4k и там размер этого файла не 800 мегабайт а там 25 гигабайт и вот тут-то ты видишь что что-то как-то не все очень не все очень так хорошо как хотелось бы что все начинает плохо работать более того иногда даже программа падает и вот тут-то ты видишь начинаешь отлаживаться и понимаешь что проблема в том что изначально ты не тестировал на этих данных и вот после таких вот проблем когда ты начинаешь влазить в отладку пытаться это исправить чтобы не поломать всю архитектуру а иногда даже что-то переписывать надо то тогда ты понимаешь что нужно тестировать на разных абсолютно данных на абсолютно разных данных в разном диапазоне с разными значениями и более того с правильными данными из неправильными то есть абсолютно какой-то чушью ну короче вот так вот я смотрю уже 17 минут на говорили поэтому это такая вводная да это правило было вот такое правило 16 из книги вот следующее правило будет по платной подписки а через это правило которое по платной будет опять здесь на этом канале поэтому что-то будет там что-то будет тут но в любом случае и там и тут будут какие-то ролики ну спасибо на внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока